всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы сегодня у нас 12 марта и сейчас я хочу посеять у меня день посевов в этом ролике я посею розу полиантовую которая была у меня вот замочена 27 февраля я ее замочила вот она под крышечкой у меня лежит на ватном диске но не плавает вот видите если я ее как бы прижимаю этот диск то видно что водичка выходит но не плавает она воде и не капает вот они лежат семечки вот идет следы от нее окрасились уже семечки на диск так дальше я посею гелиотроп марина и барвинок барвинок я посею вот этот вот виктори красный комнатной жизненная сила вот этот многолетний барвинок и ампельный ривьера вот в общем то что я посеять собираюсь планирую в этом ролике снимать буду посевы так что я делаю как всегда я беру бутылку который я развожу агат фанат я агата и вот заметила сейчас я повыше сделала чтобы видно было что именно агат я развожу вот он у меня агат шприц скончается и я уже как и неоднократно говорила в общем то в апреле этот шприц у меня срок годности заканчивается но и вообще по инструкции нужно побольше агата добавлять и вот для замачивания семян и для посевов я в общем то выдавливаю побольше тем более я думаю что тут уже он слабоват в теплую воду просто выдавила больше ничем я не поливаю только вот агатом больше ничем уж очень мне нравится этот препарат поэтому я его всем очень настоятельно рекомендую применять действительно стоящее средство и при этом в общем то стоит недорого пока он сейчас еще немного у меня в воде постоит что я делаю вот в это вот в этой баночке у меня небольшой будет роза посеяна не знаю взойдет она или нет она вообще-то и так не очень хорошо всходит а у меня она еще довольно таки хорошо проморожено было были пакетики оставались они на балконе в общем то в морозное в морозные дни посмотрим будем надеяться на лучшее так где моя ручка волшебная так тут всего у нас пять семян поэтому я делаю углубление вот пять углублений ну роза довольно таки долго должна сходить во первых вот она 12-15 дней замачивается но не плавает в воде как вы уже поняли и после посева она тоже где-то около 20 дней сходит поэтому сейчас я ее посею и буду ждать посевов так конечно я буду проверять все равно ее каждый день в любом случае но сходит она довольно таки долго многие ведь семена они вообще долго всходят вот допустим бургмансия да если на пакете у нас указано что она всходит до полутора месяцев но она может и через два месяца взойти поэтому просто нужно набраться терпения зачастую просто люди не дожидаются всходов и в общем то выбрасывают емкость а нужно просто подождать всего лишь опрыскивать я не буду я прям налью из груши замачивалась у меня роза тоже в агате можно замочить если нет агата в энергене вот если бы у меня не было агата я бы в энергене замачивала можно ваш би 101 стимуляторов много амицид биосил мне тоже очень нравятся эти препараты их тоже мало кто знает но довольно таки неплохие препараты так переливать мы не будем сейчас я слегка присыплю присыплю я розочку песку так вот я это делаю у нас песочек появился в продаже буквально там два-три миллиметра присыпается так и закрою крышкой закрою крышечкой внизу я не делала отверстия буду просто наблюдать проверять периодически ну вот в общем то все розочка готова ну где-то в конце марта она должна взойти по идее прямо в последних числах марта сейчас я ее поставлю на досветку и был у меня вопрос по питуньям ставлю я сразу таблетки на досветку да обязательно сразу так как мы не знаем когда питунья взойдет и она может в общем-то взойти и сразу потянуться поэтому лучше сразу поставить на досветку так сейчас я посею барвинок в общем-то практически точно так же а нет барвинок не точно так же он в общем-то практически не засыпается землей вот так же слегка я только присыплю немного его песком грунт уплотняем тоже в этих емкостях у меня отверстий нет без отверстий просто аккуратно стараемся с поливом не переувлажнять так здесь у меня будет барвинок ампельный который я не никогда не выращивала и вообще не знаю как он выглядит ампельный тут мы сделаем бороздки но засыпать не будем слегка песочком присыплю так они по 10 штук мы сделаем значит семечек по 10 штук по 5 семян часто я не люблю цветы сеять так как потом довольно таки сложно их рассаживать такие вот бороздочки широкие но не глубокие глубокие но достаточно широкие по поводу астр был у меня вопрос когда я буду сеять астры ну астры в общем-то я сею в конце апреля где-то в двадцатых числах апреля так вот тут у меня получится часто но по-моему там в одном пакете меньше семян так номер один конечно всегда хочется чтоб семена все взошли вот номер один а тут семян навес вот их много довольно таки так значит я его сделаю наверно одну бороздку сильно сильно семена вроде бы не слишком мелкие вообще я лучше люблю гранулированные все семена так как они в общем-то все эти хлебчик особенно вот таким людям как я кто плохо видит для нас конечно гранулированные семена это самое милое дело ну попробуем мы эти посеять так так как мне тут плохо видно я сразу же насыплю немного песочку иначе черные семена черный грунт и в общем то вообще не понять что и куда я сею поэтому я сразу вот так вот просыпаю небольшим слоем песка и сверху точно так же песочком подсыплю скоро буду сеять ну в конце ближе к концу марта левиный зев свой любимый так и вчера я пробовала вот как сеять вот этим вот футлярчиком семечки а тут он у меня тут они у меня не будут падать приклеиваются так куда то уже уронила не туда вообще конечно когда зрение плохое очень тяжело сеять все с этими посадками боишься и густо насадить и редко поэтому конечно вот для нас для таких вот лучше бы делали производители все в гранулах тогда мы бы вообще без потерь все выращивали бы так ну все таки два две бороздки я сделаю в общем то довольно таки редко я его сею так вот уже одну где то потеряла семечку как они будут сходить я вам тоже покажу а да еще забыла вот вчера когда меня попросили в комментариях показать всходы и я совсем забыла что я же еще остеоспермум сеяла и вот он у меня сегодня начинает сходить утром сегодня я посмотрела он начинает сходить но не весь вот зря я не подписала сорта уже в общем то пожалела нужно было подписать так как теперь я не знаю какой же у меня барвинок сходит вернее остеоспермум сходит остеоспермум и я очень люблю просто обожаю во первых цветут все лето я вообще такие цветы люблю которые цветут все лето и в общем то совершенно не хлопотный цветочек единственное конечно подкормки все цветы любят если мы хотим чтобы цветы красиво цвели ну конечно нужно их подкармливать вот тут вот 10 семечек это красный который у меня вот этот вот фирма престиж гелиотроп тоже обожаю вот который буду сейчас сеять скоро очень люблю я этот цветочек приятный запах кустики очень симпатичные у него зелень очень красивая даже когда он не цветет он смотрится очень декоративно вот этот вот гелиотроп есть несколько разновидностей у нас вот в этом году был только один сорт обычно у нас их несколько сортов тоже очень хороший цветок но он долго довольно таки всходит примерно около 20 дней всходит гелиотроп на пакете написано 20-30 дней но у меня по 30 конечно не всходили но по 20 то всходил поэтому когда вот читаете немножко неполная будет поростка когда читаете на пакете с обратной стороны через сколько дней должен зайти цветок либо какое-то растение другое ну смело можно еще дней 10 прибавлять так вот этот вот барвина кампельный ривьера розово-красный тут 5 семечек и у него срок годности до конца семнадцатого года был то есть он просроченный ну посмотрим как он взойдет либо не взойдет что из этого гелятта вернее барвинка получится сегодня еще я буду сеять колиус томаты я почти все посеяла еще у меня осталось 4 сорта посеять сейчас у меня такой перерывчик небольшой на цветы и уже наверное практически чуть ли не ночью я буду пересаживать остатки перца то что я вчера не недопересаживала в общем то этим я займусь тоже сегодня а вот не зря у меня тут одна бороздка в общем то тут всего то пять семян вот так вот так и что я делаю дальше дальше я эти семечки грунтом не буду засыпать дабы хочу чтоб они у меня все таки зашли хорошо сейчас я пробрызгаю посевы довольно таки хорошо с агатом еще раз повторяю нет агата обрызгайте энергеном энерген тоже очень хороший но вот я больше люблю его конечно в капсулах добавлять разводить одну капсулу на литр воды тоже водичку теплую и он тоже в общем то плохой такой стимулятор еще вот мне нравится биосил и амицид вот их тоже мало кто знает попробуйте там амицид он тоже на литр разводится ампула и ампула очень удобная она это отламывается пластиковая так грунтом я не буду засыпать пока у меня есть песок я сверху вновь засыплю песочком можно засыпать вермикулитом если нет песка ну и за всходами будем конечно наблюдать я вам тоже это все покажу зайдут не взойдут что получится из этого так тоже я закрываю крышкой сразу и ставлю в теплое место все у меня это конечно уже записано в тетрадочку обязательно так с двух сторон я закрываю плотно а за двух сторон не плотно чтобы немного воздух попадал иначе задыхаются смена так и последний последний в этом ролике так последняя коробочка это вот как раз гелиотроп но кто если не выращивал гелиотроп необыкновенно красивый цветок очень красивый зелень очень насыщенная зеленая можно его выращивать кстати как комнатное растение он хорошо будет на балконе расти но он очень теплолюбивый его нужно высаживать когда уже минует угроза заморозков я его высаживаю после 15 июня сходит он довольно таки долго и вот примерно месяц я ему даю на всхожесть и плюс еще где-то через 70-80 дней он только зацветет после всходов поэтому в общем то такой ранний посев не очень быстро он зацветает но мне надо чтобы он уже в июне у меня зацвел сейчас вот посеем если он у меня в конце марта взойдет то как раз после 15 июня я его высажу и мне нужно чтобы он уже в конце июня он зацвел но кстати что хочу сказать с этим агатом очень легко подстимулировать цветение начинаешь когда агатом поливать цветочки очень хорошо начинают быстро зацветать поэтому так гелиотроп тоже семена темные и мелкие тоже я сначала насыплю песка гелиотроп вообще бы хорошо мне кажется в гранулы такой мелкий такое мелкое семечко у него и почему его всегда делают только в семенах не понятно производители не заботятся о нас и вот тоже вот так вот подцеплю чтобы мне только видно было куда я буду раскладывать семена ну в принципе пересадку он очень легко переносит в гелиотроп вот так вот сейчас тоже раскидаю их разбросаю точно так же опрыскаю из опрыскивателя слишком смачивать сильно грунт не нужно и поставлю поближе к свету его гелиотроп очень любит свет конечно я его поставлю к окошку буду проверять его но так же как и роза он довольно таки долго будет сходить не быстро сходит тогда еще если мы закрываем плотно крышечкой свои посевы не забывайте что хотя бы раз в день их нужно проветривать открыть немного и хотя бы часик чтобы они были открыты либо закрываем не плотно вот как я закрываю я две стороны закрываю плотно а две не плотно так как если не попадает воздух в емкости то земелька может закиснуть даже может появиться плесень зеленая либо белая то есть ну нужен воздух все равно так ну вот семян у меня побольше тут получилось ну покидаем значит тут почаще думала мне не хватит а тут их в общем то достаточно много рассаживается он довольно таки легко он такой не капризный цветочек главное чтобы всходы появились а дальше то мы все равно с ним уже справимся и ну достойный цветок нравится он мне при этом он дешевый дорогой совершенно так ну все рассеяли аккуратненько не замываем грунтом аккуратненько опрыскиваем и сверху еще чуть-чуть я присыплю совсем чуть-чуть песочком воды много не набрызгиваем на грунт и два влажный такой грунт и достаточно много песка я тоже не насыпаю так слегка присыпаю для чего для того чтобы семечку могло сбросить росточек наш мог сбросить чтобы оно не цеплялось ну вот в общем то и все так это уже крышечка я закрываю все уже подписано и вот будем терпеливо ждать всходов на этом ролик я заканчиваю всем до новых встреч пока пока пока